Добрый день! Сегодня рассмотрим две головоломки из серии Meylong от компании Moïo. На вид похоже, что это кубики 2х2. Если так вот сравнивать, то очень похоже из коробочки. Но это Puppet Cube, две версии. Версия вторая, версия первая. На коробочке можно увидеть здесь двойку, здесь единичку. Также изображение самих головоломок, как они теряют форму. Но забавно, что код товара MF8822 одинаковый. Хотя головоломки вроде бы разные. Вот 2.1 и где-то сзади здесь еще тоже 1.2. Ну распакуем, да посмотрим. Одна версия. И вторая версия. Ну, в таком, видите, это продолжает казаться кубиком 2х2. Мы видим, что три грани, что на одной версии, что на другой, именно такие. Но если мы развернем, то видим здесь какие-то дополнительные элементы. Это версия 1. Ну, здесь чуть больше дополнительных элементов нам показывается. Это версия 2. Давайте посмотрим, как вращается. Вращается как-то вот так. И мы видим, что даже какой-нибудь пиф-паф сделать не получается. То есть мы делаем два хода, а третий уже запрещен. Это так называемые внешние бандажи. И внутри здесь не что иное, как кубик 3х3. Причем такой вид бандажа, мне кажется, невозможно сделать при помощи стандартного бандажного набора. И смысл в том, что расширены углы. Если мы посмотрим внутрь, то там видно остальные элементы 3х3. Ну и крестовина здесь, естественно, от 3х3. Посмотрим, в чем разница двух версий. Как я уже показал, с этой стороны все одинаково. И, ну, если мы будем смотреть как 2х2, то 7 углов одинаковые, а 8-й получается разделен. То есть, по сути, разница именно в одном этом элементе. Разделен на несколько, то есть как у обычного 3х3. У этой версии можно отдельно вращать средний слой. И как-то здесь перемешивать. Скорее всего, вот эта версия будет легче. Потому что, по крайней мере, ребра собрать здесь станет проще. При вращении здесь также можно обнажить внутреннюю трешку. Мы видим, что там центр, на который не так легко добраться. Ну, сложнее, конечно, на этой версии. Здесь можно повернуть и добраться до центра. А так вот, средний слой, так и в обычной трешке. Причем, что интересно. Можно снять крышечку. И добраться до регулировочного винта. На версии 2, вот эти центры легко доступны. На первой версии, некоторые центры скрыты в углах. То есть, можно снять вот так вот крышечку. Аккуратненько. И мы увидим здесь регулировочный винт. Не знаю, на всех ли гранях, возможно, даже и на всех. То есть, вот, чтобы разобрать, нужно вот это снять. То, что вот эти элементы, которые торчат, это по всей видимости ребра. Ну, не по всей видимости, а точно. И отличие двух версий как раз в том, что здесь углы, ну, некоторые углы на грани захватывают центр. А здесь вот этот центр свободен. Ну, кроме вот этой грани. Здесь, видимо, тоже так будет. Давайте посмотрим, все-таки, как оно вращается. Я полностью разбирать головоломки не буду. Если вам недостаточно тех картинок, которые сейчас на экране, то можете посмотреть видео по ссылке в описании, где товарищ на видео все разобрал. Обе версии достаточно подробно показал все внутреннее строение. Ну, и по бандажам у него гораздо больше материала. Так что можете посмотреть. По вращению. Но, опять же, если мы захотим выполнить какие-то стандартные комбинации из кубика 3 на 3, рыбку. RU, R' все. Невозможно. На этом. Здесь посвободнее-то. К примеру, так. RU. Нет, совсем не свободно. С этой стороны. R. U. А, все. Тоже все. Ну, по идее, перемешать, конечно, все это можно. То есть мы делаем два хода так. Видим, что так не крутится. Можно покрутить. Наверное, все-таки не в эту сторону. Раз хода. Два хода. Три хода. Да. И дальше можно продолжать. Но. Все вот эти вот движения, они не очень совпадают с привычными для нас алгоритмами. Поэтому я вот посмотрел главоломку при заказе, как она вращается. Посмотрел ролик, который компания Мою предоставила. И понял, что это далеко не самые простые кубики. Серия Mi Long от Мою. Я вот специально достал здесь несколько версий. Очень хорошая. Это недорогие главоломки и интересные. То есть тот же вот скьюб с дополнительными элементами. Дабл скьюб посложнее. Интересный Рэдди Минкс, который является Стар Минксом. Скоростной, ну Киби Минкс или Кила Минкс. Единственное вот так себе по сложности Кловер Куб, который по сути Войт Куб. Но суть-то в чем? Это недорогие главоломки, которые легко доступны за своей цены. И их интересно собирать. Причем, если эти, ну, в основном простые, да, с дабл скьюбом пришлось повозиться. Этот я не сразу собрал. Там есть еще один скьюб, который я пока отложил и сейчас не нашел. Но это хорошо. То есть это верное направление развития индустрии головоломок. Доступный и интересный. Вот эти кубики, да, они тоже стоят дешево. Да, они внешне похожи на 2х2, но являются бандажами, внешними бандажами 3х3. За счет того, что уголок увеличен, объединил там центры и блокирует какие-то движения. Но это очень сложная головоломка. Я ее в ближайшее время вряд ли соберу. И буду, конечно, постепенно изучать, смотреть как. Но с простыми бандажами оно как-то все проще идет. Хотя есть тоже серьезные версии, до которых я пока и сам не дошел. Я хочу предостеречь, опять же, неопытных сборщиков головоломок, что покупать вот эти кубики, если вы только-только научились собирать 3х3, наверное, не следует. Уровень сложности, он превосходит большинство головоломок. Это сложнее, чем все WCA пазлы, чем склайеры, клоуки, понятно, скьюбы, пирамидки. Даже 7х7. Ясно, что когда найдутся способы решения, наверняка там все будет решаться не так уж сложно и быстро. Но эти методы будут не совсем те, к которым мы привыкли. Пиф-пафт сделать нельзя. Третий ход глинит. Перемешивание состояние красивое и интересное. Ну как-то вот так. По размеру вот эти кубики, ну как трешка. Те же 56 мм. Разница в версиях вроде бы только в одном уголке, но это значительно меняет, наверное, или упрощает вот эту версию. Здесь хотя бы вот средним слоем поворачивать можно. Пособирать. Главное не запутаться. Вращается неплохо. Если вот поворачивать вот эту грань, то средняя за ней следует не всегда. Возможно, это решается как-то с маской. Также. Есть некоторые моменты, которые вот мне попались, пока я изучал. То есть кажется, что головоломка не должна крутиться. На самом деле она просто лакапит в некоторых местах. Вот если здесь вот чуть-чуть она не довернута, то так вот в уголке она не режет. Все-таки не скоростной куб, хотя и вращается неплохо. Интересные головоломки, но подойдут они, наверное, только продвинутым любителям бандажей. Непростые. Не покупайте их, если вы начинающий. Нет, конечно, можете купить, перемешать и поставить на полочку. Но потом не удивляйтесь, что собрать будет сложно. Головоломка новая, аналогов я ей лично не видел. Если кто-то владеет информацией, пишите, как и обычно, в комментариях. Но понятно, что есть различные бандажи. Понятно, что можно сделать это вручную из обычной трешки. Такие попытки я где-то уже видел. Не знаю, на какой они сейчас стадии. Быть может, уже все готово. Но эти головоломки нестандартные и обучающих видео на них пока нет. Возможно, в скором времени будут. Но я в ближайшее время этого не обещаю. Это интересное, но, вероятно, не самое правильное решение от компании Emoio. Да, они не сильно пострадают от того, что продажи этих кубиков не будут такими невероятными, как обычных трешек. Но в любом случае компания делает правильно, что расширяет ассортимент. И по сути, ну, крестовинутые от трешки. Не так сложно было замоделить вот эти вот более крупные уголки и сделать такую, не сильно хитрое, но добавляющее много сложностей решение. Интересно, как оно вот внецентренно вращается. Боюсь их сейчас пока перемешивать. Перейдите там по ссылочке, там все перемешано до самого предела и механически разобрано и собрано. А у меня на этом все. Всем спасибо. Всем пока.